Виктор ведет здоровый образ жизни. Недавно он увлекся скандинавской ходьбой и теперь пять раз в неделю по три часа прогуливается с палками. За день нахаживает около десяти километров. Вопрос, делать прививку от гриппа или нет, перед мужчиной не стоял. Впрочем, как и перед другими жителями Одинцова, которые выстроились в очередь на вакцинацию у мобильного ФАПа, расположившегося на центральной площади. Чтобы не заболеть, потому что чувствуется иногда зимой, а так вроде бы нормально все. Но это ваш не первый опыт, правильно? Нет, не первый опыт. Я не помню, третий или четвертый, но в общем делаю. Раньше помогала? Помогает, не заболевая. Возраст, наверное, пришел уже, болеть не хочется. Каждый год делаю. Почему решили делать прививки? Ну, чтобы не заболеть. Помогает, работает прививка? Да, я считаю, что она работает. Медики не устают напоминать, вакцинация от гриппа по-прежнему самый эффективный способ профилактики этого заболевания. Подумать о своем иммунитете лучше всего в начале осени. Период вакцинации начинается в сентябре-октябре. И когда мы подходим уже к концу января, к февралю, что начинается повышенная заболеваемость гриппа, иммунитет уже сформирован, и люди не болеют. Нередко можно услышать жалобы, мол, сразу после прививки пришлось взять больничный. Введение вакцины вызвало болезнь. Медики уверены, это просто совпадение, и не более того. Многие делают вакцины где-нибудь в конце ноября, через неделю заболевают, говорят, мы заболели из-за прививки гриппом. На самом деле это не так. Потому что, во-первых, иммунитет не выработался. Во-вторых, есть очень много факторов, которые на это влияют. Дети посещают общественные места, посещают садики, поэтому это сверху может наслоиться и другие заболевания. Понятно, что когда мы ввели вакцину, мы ввели рекомбинантные сейчас вакцины все, во-первых. Это значит то, что сама вакцина не может вызвать грипп. После введения вакцины возможны местная реакция и легкое ухудшение самочувствия. Эти побочные эффекты быстро проходят, чего не скажешь о самом гриппе. Активная стадия заболевания может продолжаться до пяти дней. Нередко у больных возникают осложнения, которые могут закончиться и летальным исходом. В прошлом году в России от гриппа умерло более 400 человек. И это самый низкий показатель за последние несколько лет. Добиться такого результата удалось благодаря вакцинации. Прививка – это самый эффективный способ профилактики сезонного заболевания, но не единственный. Прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет как взрослому, так и часто болеющему ребенку. Советы завести этому ребенку собаку, чтобы он с ней чаще гулял, больше проводил времени на воздухе, и тогда он болеть не будет. Опять же, проветривание, закаливание. При этом с приемом витаминов врачи настоятельно рекомендуют быть аккуратными. На иммунную систему они значительного влияния не окажут. А от приема различных феронов лучше и вовсе отказаться. Иммунная система – это защитные клеточки. Витамины здесь не помогут. А профилактический прием препаратов, таких как интерферонового ряда и так далее, ну, совершенно против, потому что у нас, конечно, на каждый чих уже у ребенка свеча в попе. Такого быть не должно. Потому что, во-первых, препараты должны строго назначаться доктором после осмотра. И опять же, интерфероны у них в период полувыведения около 12 часов. Поэтому для профилактических целей они совершенно не пригодны. Почаще гулять, пореже находиться в душных помещениях и, конечно, прививка от гриппа. Эти нехитрые правила укрепят иммунитет и помогут получить от осенне-зимнего сезона только положительные эмоции. Евгения Августина, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.